всем привет друзья полицейского цыплакова продолжают судить он подал как вы помните апелляционную жалобу и вот суд апелляционной инстанции рассмотрел его апелляционную жалобу и достаточно коротко и внятно об этом суде рассказали на телеканале аверс давайте для начала послушаем их сюжет два роки позбавлення воли з річним и спитовым терміном саме таким покаранням обернулося для полицейского з Нововолинська те що посмів зупинити пьяного прокурора за кермом саме за те що догнав прокурора вже на подвір'ї його тещі та тестя Нововолинському копу інкримінували порушення недоторканості чужого домоволодіння поліцейський подав апеляцію і сьогодні Волинський апеляційний суд прийняв рішення вересень 2020 рік Нововолинськ поліцейські зупинили авто виді якого не реагував на сирену з проблизковими маячками за кермом тодішній прокурор Володимир Волинської прокуратури Микола Троцюк поліцейський пропонує пройти алкотест а прокурор замість цього заходить на подвір'я коп за ним ще не знаючи чим це потім для нього обернеться Ну давайте щоб ми ну не бігали за вами Йосипович Тож підходьте це я поліцейський я виконую свій вбойник правильно Йосипович Виходьте давайте посвідчені так травень 2023 року Волинський апеляційний суд на лаві підсудних той такий поліцейський з відео Віктор Циплаков оскаржує вирок суду першої інстанції у виді двох років позбавлення волі з річним і спитовим терміном одержав таке покарання за те що два роки тому зайшов за п'яним водієм прокурором на подвір'я його тестів Незаконно проник на огрожену територію будинку володіння з адресою Волинської області міста Новолицького вроди 15 куди зайшов Троцюк та яке перебування у володінні панасюк ВВ без відповідної добровільної згоди на це останній чим порушує їх конституційне право на недоторканість іншого володіння особи Адвокат Віктора Циплакова каже обвинувачення сформульовані не чітко та й судом першої інстанції не було враховано усіх обставин мовляв його підзахисний не мав прямого умислу зайти на чужий двір а вимушено це зробив бо ж водій не хотів зупинятися на його вимогу що Троцюк робить він бачачи що поліцейський знаходиться усвідомлюючи те що він перебуває в стані алкогольного спільнення заходить на територію чужого дому володіння це виявилися його родичі по-дальшому поліцейський слідує за ним ваша честь як представитися в даній ситуації автомобіль ваша честь знаходиться на дорозі причому відкритий відкритий було багажна війна це все підтверджує поліцейські що охороняти мали чи стояти чекати по-дальшому заборони ніякої немає слідуючи за правопорушником чиновний суд постійно мій підзахистник просив його зупинитися сам Віктор Циплаков пояснює не мав можливості скласти протокол на водія під градусом бо той відмовився проходити алкотест на місці отримавши відмову від працюка Микола Йосковича я зобов'язаний провести такий огляд в найближчому лікувальному засобі я не міг скласти на нього протокол оскільки протокол складається в присутності особи чому я не міг цього зробити всього мені вчинявся пасивний вагон а коли намагався він скуватися в чужому дому володінні він робив це активний вагон я зрозумів що він хоче виникнути я почав пересвідування даного правопорушника З доводами сторони захисту категорично не згоден представник потерпілих у цьому процесі тобто тестя та тещі прокурора на подвір'ї яких і доганяв поліцейський їх зятя яким чином переслідував правопорушника якщо правопорушник потім вийшов з дому володіння сів в автомобілі поїхав чому не буде в життя заходу відповідні для того щоб заборонити їх і далі автомобілем своєю чергою суддя патро бросук цікавиться як тоді поліцейський мав скласти протокол на водія якщо той втікав прокурор пояснює підійшовши до цеплоков на відео так само відео до Троцюка тобто він розумієте як ми зазначили це було як спілкування з пані братом тобто це не було адмін правопорушник то не було законної вимоги до нього що наприклад зараз придивте документи ви зупинені за такою за підозрою можливо тобто не було і це досліджено було і встановлено що він мав би наголосити і це вже ці вимоги були законні після того як вже вони зашли на подвір'я при першій ситуації вони мали можливість вони можливити зайти Троцюку на це домовладіння і став відповідні протоколом все заслухавши доводи усіх сторін суд ухвалює апеляційну скаргу захисника Циплакова задовольнити частково вирок суду скасували а цю справу відправили на новий розгляд до суду першої інстанції Юлія Остапович Дмитро Кудик для новин на часі не люблю давати оцінку словам колег в частності даного адвоката но когда он сказал что там не было никакого запрета войти на чужую территорию то это конечно как то странно какой должен быть запрет запрет он в законе в конституции где там еще дополнительно должен быть запрет ну это абсурд честно говоря Циплаков тоже удивительный человек конечно удивительный полицейский он знает все про активный опер про пассивный опер но почему-то не знает у статье 38 закона Украины о национальной полиции где указаны три случая когда можно проникнуть на чужую территорию без решения суда три а его вот тот случай по которому он проник не подпадает не под один из трех то есть просто вот в этих трех случаях можно во всех остальных нельзя все просто а он этого почему-то ну не знает рассказать про какие то какой ему там опер был оказан понимаете а дальше тоже рассказывать ну вот про осмотр тоже понимаете он отказался а я обязан произвести осмотр в медицинском учреждении ну зачем же ты обманываешь Циплаков ты обязан предложить пройти осмотр а не провести осмотр как человек то есть как ты будешь против его воли вести в медучреждение то есть ну зачем же обманывать если ты такой бравый полицейский рассказываешь о том что ты действовал правильно и все честно делал зачем же ты прям в суде обманываешь непонятно представитель потерпевших сказал очень точную фразу о том что а как это так вот вы рассказываете о том что вы преследовали этого значит прокурора а потом он просто вышел и уехал ну как вы помните но если не помните там я ссылку на оригинальное видео оставлю в описании посмотрите вот они зашли на территорию там покружились значит применили к нему физическую силу что самое интересное сказали что он задержан а потом прокурор сел в автомобиль и поехал дальше то есть какой-то странный цирк так вы его сильно преследовали что дали ему задержанному уехать ладно ну услышали да апелляционный суд отменил решение но отменил приговор первой инстанции направил дело на повторное рассмотрение что интересно я вот прочитал решение апелляционного суда ссылочка тоже будет в описании можете полный текст прочитать и на что обратил внимание на что в общем-то давил адвокат в первую очередь на то что якобы в данном деле отсутствует субъективная сторона и что именно вот он рассказывал что данное правонарушение по статье 160 162 уголовного кодекса характеризуется прямым умыслом когда лицо понимает противоправность своих действий и желает их совершить прямой умсел а он говорит что у него не было прямого умысла поскольку он преследовал прокурора то есть таким образом якобы пытался прекратить правонарушение хотя как он его прекратил непонятно если в итоге этот прокурор сел и дальше поехал но но что более интересно в этом всем простому обывателю возможно такие тонкости сразу не вникнуть но юристы понимают сразу же потому что адвокат немножечко манипулируют есть у нас такое понятие как субъективная сторона уголовного правонарушения и три основных составляющих это вина это цель и мотив так вот вина может быть в виде умысла либо неосторожности да ну а умысел может быть прямой не прямой так вот вина это как раз вот то что я назвал понимание противоправности данного действия и желание его совершить а то что он говорит что он преследовал кого-то это цель понимаете то есть цель является частью субъективной стороны но цель не является частью вины адвокат таким образом построил формулировку свою что якобы цель он положил в вину вставил каким-то образом но нет это два разных признак а прямой умысел у него был я так считаю личное мое мнение и на конкретно на я вам сейчас покажу фрагмент коротенький и потом объясню смотреть я свечеваю вид вас алкоголю по зовнішнім ознакам бачиш у вас алкоголь ну зовнішние ознаки алкогольного спинения не микола йосипович давайте без цих всяких підходьте будь ласка сюда підходьте зі всей повагою до вас йосипович как вы видите полицейский цыплаков подходи краю домовладения да стоит перед воротами несколько секунд он не делает никаких движений потому что он отчетливо понимает что это чужое домовладение чужая земля частная собственность туда проникать нельзя и спустя несколько только лишь секунд заходит туда понимать вот в этом моменте видно его осознание и понимание того что заходить нельзя в данном конкретном случае потому что данный случай как я уже говорил не подпадает вот те условия которые указаны в статье 38 закона украины о национальной полиции и вот прямой умысел он понимает что нельзя и все равно заходить понимаете ну это лично мое мнение возможно у вас есть свое мнение напишите в комментариях и я не про прокурора говорю прокурор должен быть наказан но при этом полицейский не должен сам нарушать а он нарушает вот в чем дело я ни в коем случае не защищаю прокурора нет и подумайте и что еще интересно в этом значит решение апелляционного суда вот я один абзац выделил я вам сейчас зачитаю общественный баланс между формальным нарушением обвиняемым неприкосновенности иного владения потерпевших и прекращение совершения административных правонарушений работникам прокуратуры в отношении которого у работников полиции были основания полагать что последний управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и желает избежать ответственность по мнению апелляционного суда является оправдан то есть суд фактической апелляционный пришел к выводу о том что оправдано незаконно заходить на чужую территорию с целью прекращения административного правонарушения а закон тогда зачем в законе такого нет нельзя если же суд апелляционной инстанции считает что цыплаков применил полицейскую меру согласно статьи 38 до проникновения на чужое в чужое на чужую территорию до в жилище либо иного иное владение лица то тогда наверно суд апелляционной инстанции все-таки должен был дать оценку данной полицейской меры с точки зрения статьи 29 закона о национальной полиции а ведь там написано кроме всего прочего что полицейская мера должна иметь такой признак как пропорциональность когда нарушение прав лица меньше чем те права которые полицейские защитил понимаете а тут что получается полицейский нарушил прав аж на уголовку а защитил прав на административку так где больший объем прав кем кем нарушен больше объем прав полицейским если у него уголовка или прокурором если у него административка но как по мне ответ абсолютно очевид то есть данное действие не было пропорциональным с точки зрения полицейской меры но вот как то так таким образом дело отправляется снова в суд первой инстанции ну и посмотрим как супер инстанции будет повторно давать оценку данной ситуации с учетом мнения апелляционного суда я буду наблюдать и как только появится информация я конечно же вам снова сообщу на канал подписываемся ставим лайки этому видео пишем комментарии чтобы его посмотрела как можно больше людей и узнала немножко больше о своих правах всем пока я вот со Субтитры сделал DimaTorzok